Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем свою работу. Большая игра продолжает свою работу. И сегодня мы поговорим о нефти, о деньгах, о большой политике. И, конечно же, обо всем этом привет, друзья! Сегодня мой гость, директор института Большого Ближнего Востока, Олег Аджизотов. Приветствую, Олег Адрихович! Приветствую вас, Ген. Олег, в силу того, что последние месяца три, наверное, пандемия COVID-19 и так далее, вот где всякие ужасы в медицинских области, или частично, но в основном вытеснились с повестки дня все остальные вопросы, то вот сейчас, когда мы начинаем возвращаться так или иначе, победили мы и вирус, не победили, но все равно, вырученная возвращаться к нормальной жизни, сейчас начинает возникать вопрос, за чей счет был этот банкет, и вообще, сколько мы за это все заплатим. Причем часто при этом говорят, привязки цен на нефть, это понятно, наверное, это понятно. И при этом обсуждают Россию, обсуждают там Азербайджан, конечно, у нас, в нашем регионе, иногда вспоминают Казахстан, но очень редко вспоминают ту страну, которая, наверное, все-таки определяющая. Я имею в виду Саудовскую Аравию. Насколько я знаю, мы недавно были в этой стране. Итак, что там у нас с Саудитами? Похоже, что у них проблемы. Да. Я последний раз был в Саудовской Аравии в конце февраля, как раз перед всеми этими событиями. Конечно, как всегда, это встречи с местными коллегами, с руководителями соответствующих тэнк-тэнков и так далее. У них на тот момент, в принципе, они не ощущали каких-то совсем таких, как вам сказать, серьезных, нерешаемых проблем. Потому что, конечно, проблемы были, они есть сейчас, они были 10 лет тому назад, но та эйфория, скажем так, то приподнятое, может быть, настроение, которое было вызвано реформами, которые проводятся королем и принцем, они превалировали над всем остальным. Безусловно, люди понимали, что, например, до этого у нас НДС не было, а теперь у нас ввели НДС. Не знаю, там, прошлись ножницами по целому ряду льгот, но вместе с этим люди считали, что вот завтра, несмотря на все это, будет лучше, чем вчера, исходя из реформ. Потому что реформы реально я, ну скажем так, с периодичностью год, может быть, был мой визит, но это было как будто, ну не другая срана, но очень много изменений было. Не могу сказать, что я попал в другую цену, но было очень много изменений, именно вот в повседневной жизни. То есть в жизни людей, с которыми я общаюсь, особо ничего казанно не изменилось, но на улицах были очень большие изменения. Но сейчас ситуация немножко другая. Есть определенные серьезные проблемы. Если их перечислить, это, безусловно, цены на нервис, которые очень резко упали вниз. Это НДС, который с 5% был поднят резко на 15%. Вы понимаете, 15% НДС, который поднимается с 5% на 15%, он повлияет на все цены буквально. Начиная от продовольствия, окончая там всякие услуги и так далее. Тем более они еще пытаются развивать туризм, до этого пытались. А Саудовская Аравия сама по себе не дешевая страна. А есть еще и там НДС 15%, то это все, естественно, повлияет на и сферу туризма тоже, и на привлекательность цен. И третья проблема – это, естественно, коронавирус, который сковал буквально все страны, уничтожая нескольких стран, и парализовал всякую деловую активность. Ну и еще, безусловно, конфликт в Йемене, в который вовлечена Саудовская Аравия. Конфликт противостояния в Сирии и в Ливане, в который тоже Саудовская Аравия вовлечена. Это перманентное противостояние с Ираном, потому что, несмотря на коронавирус, несмотря на санкции по отношению к Ирану, несмотря на резкое падение цен на нефть, вражда между Саудовской Аравией и Ираном, соперничество между Саудовской Аравией и Ираном никуда не делось. Они по-прежнему продолжаются, по-прежнему, скажем так, тратятся туда деньги, средства, силы. И поэтому это тоже, безусловно, влияет и на бюджет страны. Ну, у Ирана тоже не очень такие ресурсы большие, чтобы особо предоставить свои деньги. Безусловно. Разница в том, что у Ирана вот эта инфраструктура конфронтации налажена, а у Саудовской Аравии нет. У Саудовской Аравии очень большие социальные расходы. У Ирана таких, несмотря на гораздо большее количество населения, у Ирана таких социальных расходов нет. Поэтому вот эти моменты все-таки влияют очень серьезно по стране. Ну и, конечно, вопрос инвестиций, потому что они тратили очень большие деньги для привлечения инвестиций, и не тратили очень большие средства для привлечения инвестиций и для привлечения туристов. Сейчас ни первый, ни второй не получается. Было сделано очень много вещей для того, чтобы открыть страну, чтобы приехали иностранные туристы. Сколько было денег потрачено на проведение саммита G20 в Саудовской Аравии, в Риате. Мне посчастливилось побывать в этом помещении, где все это планировалось, но ничего не получилось. Это, безусловно, ударило по стране и по экономической составляющей, и по обществу, то есть по настроениям в обществе, и, безусловно, по власти, то есть по авторитету власти. Мы понимаем, что есть определенные объективные моменты, с которыми власть не может собладать. То есть в данном случае вирус и вызванный им экономический кризис. Но, тем не менее, каждому гражданину не объяснишь, что, понимаете, вот твоя ситуация, она вызвана вот этим вирусом. Поэтому, конечно, ситуация очень серьезная, и она продолжает быть серьезной. Если в течение одного-двух месяцев вот этот вопрос не будет решен, я думаю, что могут быть гораздо более серьезные проблемы. Ну, у меня складывалось, у меня, как сказать, очень стороннего наблюдателя, который периодически там что-то смотрел по Саудитам, у меня складывалось впечатление, что они готовы не просто к кризису, а к кармагидону. То есть у них и альтернативная энергетика развита, и у них такой большой фонд и так далее и тому подобное. Проблема в том, что они просто требуют лежать очень хорошо. Да. Проблема, вопрос с альтернативной энергетикой. Они только-только начинают делать какие-то серьезные шаги, и на данный момент ставку на альтернативную энергетику делать не приходится. У них есть очень большой потенциал, в частности, в плане солнечной энергии и ветровой энергии получения. Но нужно еще очень много сделать, чтобы вот доля электроэнергии, которая получается от солнечной электроэнергии и ветровой электроэнергии, достигла хотя бы 20-30%. Что касается фонда, вы имеете удачи, видно, суверенный фонд Саудовской Аравии. Да, там несколько сот миллиардов долларов, даже больше, но при темпах расходования это уж не такие большие деньги. Потому что там, если человек много зарабатывает, он и тратит много. Соответственно, если страна богатая, то она и тратит много. Есть вопрос поддержки инфраструктуры, огромной инфраструктуры, огромный государственный аппарат. И сократить его резко почти невозможно, потому что очень много людей заняты в госаппарате. Военные расходы, расходы на поддержание активности за пределами страны. То есть, да, они сейчас начинают все это сокращать постепенно опять-таки, но резко это сократить не получится, потому что эффект будет еще хуже. Поэтому они понимают тоже, что суверенный фонд при таком темпе, он хватит на 3-5 лет. Понятно. Вот если что-то происходило в Саудовской Арабии, в Леде новостей было, это все напоминало такую криминальную хронику. Криминальную хронику в смысле, вот этого арестовали, потом того арестовали. Я вспоминал эту фразу, в СССР станет готов сначала ты меня, потом я тебя, потом мы с тобой арестуемся. То есть там у них вот эти аресты, архадеи, в последние пару лет, по-моему, это уже стало как бы обычным делом. Было ли это переформатирование элиты, и насколько это переформатирование элиты закончилось? Безусловно, это было переформатирование элиты. Мы должны понимать, говоря, элиты, в Саудовской Арабии нельзя применить вот этот классический термин, который можно применить к нам, к вам или даже к Турции и так далее. Нет, здесь немножко другое. Здесь переформатированием элиты занималась сама же элита, потому что все, по сути дела, происходит внутри правящего клана, внутри правящей династии Саудов. И там есть определенные боковые, скажем так, семьи, которые не относятся напрямую, то есть по генеалогии, к королевской семье, но там они породнились, путем жениться и так далее. И, соответственно, они контролируют определенные очень серьезные бизнес-структуры. И вот форматирование происходило, по сути дела, на 90% внутри вот этой системы. Вот. И мы не можем сказать, что, знаете, там прямо у них был свой 37-й год, но что-то похожее это было. И есть очень важный момент. Очень много принцев, которые были недовольны вот этими мероприятиями, вот этими реформами, которые были проведены, санкционированы, проведены Мухаммедом бен Салманом, неонаследным принцем. И они выступали против, они выступали против открытка. И эти люди обладали очень, и обладают почти день, очень серьезными финансовыми рычагами, финансовыми ресурсами. Я так понимаю, что отчасти вот эти вот первые форматирования было связано с тем, чтобы показать вот этим противым принцам, кто в доме хозяин, кто главный, чтобы их нейтрализовали. Но там нету, понимаете, как это было бы в другой стране, арабской, кто-то там собрать и расстрелять. Не, ну понятно, что там это, да, это чисто советское было расстреление. Члены семьи, их просто вот так вот наказали. Кто-то уехал, кто-то сразу перешел на сторону Кром-Кринеца, а кто-то заплатил достаточно такой весомый солидный штраф. Вообще, насколько САБА по себе вот эта конструкция выглядит устойчивой? То есть, в 2018 году у меня была встреча, я хочу ответить его словами, с одним из саудовских принцев, это принц Туркибин Фейсал, сын короля Фейсалов. Он рассказал одну очень интересную вещь. Ему сейчас, кажется, 80 с чем-то лет. Он сказал, знаете, господин Али, я родился до основания королевства, нет, или после основания королевства, то есть он фактически ровесник королевства. И сколько я себя знаю, каждый год я читаю прогнозы, что вот в этом году Саудовская Аравия развалится. Я, он говорит, почти завершаю свой земной путь, а страна все еще стоит, живет. Поэтому вопрос устойчивости, поверьте мне, есть страны гораздо менее устойчивые в мире, в том числе и вокруг наших с вами стран, да. Но они все еще стоят, и они не развалились. Поэтому в этом плане вопрос устойчивости саудовской системы, я думаю, по пятибалльной шкале это четвертая все. То есть, когда у меня будут спрашивать, развалится ли Саудовская Аравия, я могу смело отвечать, не дождетесь. Скорее всего, в обозримом будущем нет, потому что, во-первых, люди, которые населяют эту страну, конечно, там есть противоречия. Но покажите мне страну, где есть противоречия, нет. Они привыкли жить под одной крышей, в одной системе, и они привыкли именовать себя саудовцами. Хотя мы понимаем, что это разные трайбы, это разные кланы, трайбы и так далее. Но они в эту систему каким-то образом вписаны. Фактически ни один трайб как-то не обделен, каждому трайбу что-то досталось, даже тому, у которых на территории нефти нету, скажем так. И поэтому они привыкли жить, существовать вместе. Но, безусловно, есть противоречия. Есть противоречия, есть, например, шииты, которые населяют восточную часть страны, даже северо-восток. Там очень много месторожений нефти. И среди них есть определенная прослойка, которая, а, тяготеет в сторону Ирана. Конечно, это не без помощи со стороны Ирана. И, б, они считают, что так как на их территории есть нефть, им причитается больше, чем они имеют сейчас. Тем более, они живут в сунницком, скажем так, крайне религиозном королевстве. Это их тоже гложет. Да, там есть определенные проблемы. Но эти проблемы не имеют такого прям экзотенциального характера для Саудовской Аравии, для Саудовской монархии. И Саудовская монархия, она очень многих граждан все-таки устраивает. Вообще, возможен ли в Саудовской Аравии шиитский политический проект? То есть, и есть ли он? Понятно, что если есть, то он может быть только неформальный. Или это просто на уровне разговоров? А что вы имеете в виду? Шиитский политический проект, ну, это существование какой-то политической силы, которая борется за власть, за ресурсы, за контроль над ресурсами. То есть, какая-то организованность силы. То есть, хотя бы на уровне, ну, не тайных обществ, но на уровне определенных кластеров таких, которые контролируют определенную часть, опять-таки, власти и ресурсов, и хотят добиться вот большего оконно-фимирского имени. Я понял. Как сказал один саудовский чиновник, в Саудовской Аравии нет политических партий. Но если эту политические партии разрешить, то в Саудовской Аравии не будут классические партии, там, демократов, социалистов и так далее. У каждого трайпа будет своя политическая партия. Включая и шиитов. Поэтому политических партий у них нет. Шиитских организаций, которые работали бы открыто и декларирули вот эти вот моменты, что мы хотим оправдать. Нет, их нет. Все-таки саудовская власть боится иранской экспансии как огня. И они все-таки не позволяют недовольным шиитам, скажем так, создать свою открытую инфраструктуру протеста и инфраструктуру борьбы за власть, за влияние, за внимание и так далее. Поэтому этого нет. Но есть, безусловно, шиитский фактор. Он является раздражителем и страхом для официальной власти. И они пытаются, с одной стороны, финансовыми влияниями, повливаниями, с другой стороны, репрессиями и административными мерами максимально обезопасить восток шраму, те шииты, которые желают, докомпакт. Потому что есть Иран, который день и ночь работает в этом направлении. И для Ирана это, считайте, что шиитское население Саудовской Аравии это как бы инструмент для протяжения своих целей. Хотя совершенно очевиден еще один очень важный факт, что вот шииты, которые населяют Саудовскую Аравию, они в масти своей нельзя сказать, что они по-ирански. Среди них есть обретенный кластер, который, да, он смотрит в сторону Тегерана, в сторону Кума, но в масти своей они не про-иранские. Так, вот это очень интересный момент, что в масти своей они не про-иранские. То есть я так понял, что уже сложилось, и можно ли говорить о том, что сложилась политическая нация Саудии? Да, да. Вот я как раз говорил, что они с 1932 года живут в одном государстве. И когда появилась Саудовская Аравия в 1932 году на карте с земным шаром, Иран тогда еще именовался Персией. Ирана еще официально не было. Было персидское, скажем так, королевство во главе с Шахом. Потому что в 1935 году Роза Шах принял все-таки решение официально сделать название с вами как Иран. И точно так же, как сформировалась иранская нация, хотя бы ранее огромное количество азербайджанцев, курдов, арабов, белуджей, туркоманов, которые не считают себя иранцами, которые сопротивляются персизации, и они заявляют о своей национальной идентичности. Я прошу прощения, Али, они не считают себя иранцами или не считают себя персами? Они не считают себя иранцами. Почему? Потому что есть такой тренд, создание, ну как был советский народ, но мы же понимаем, что были грузины, армяне, русские, азербайджанцы, казахи и так далее. В Иране есть определенный тренд, они хотят создать иранскую нацию, иранскую идентичность, построенную на шиизме и отчасти персидском национализме. Но национальное меньшинство далеко не всегда и не все согласны с такой моделью. И поэтому вы можете встретить очень много арабов, например. Вы спросите, откуда вы, он скажет, я Ахвазец, вот это регион Ахваза, где они шутком патта. Или Белуджи, которые скажут, что мы Белуджи, мы не иранцы. Мы граждане Ирана, но мы Белуджи. И то же самое касается азербайджанцев, куртов и так далее. Поэтому в этом плане Саудовской Аравии относительно повезло, потому что в Саудовской Аравии нет столько национальных меньшинств. У них только шииты на северо-востоке, и то они арабы, то есть это не перцы, это не другая нация, это одна и та же нация. Они говорят на том же языке, у них обычаи, традиции, по сути дела, одни и те же, они физически толком никак не отличаются. Единственное, это вопрос религий. И я думаю, что если, скажем так, саудовские власти продолжат свои реформы, то в какой-то момент вот этот вот кластер недовольных среди шиитов в Саудовской Аравии, он сократится. Вопрос такой, внешняя политика Саудовской Аравии. Внешнеполитические проекты, в общем-то, в Саудовской Аравии, по крайней мере, опять-таки, и вне, снаружи, с точки зрения стороннего наблюдателя, выглядят не очень успешными. Ну, например, проект в Сирии, который у них был. Фактически они отказались от этого проекта в Сирии? Или он еще существует как-то? Я не могу сказать, что они в полной мере отказались, но то, что сирийский вопрос для них не приоритетен, то есть, приоритет номер один, это одноотначение. А что они не поддерживали с Катарой? Хороший вопрос. У Саудовской Аравии давно есть проблемы с Симией Альтани, то есть, мы когда говорим о Катаре, мы даже понимаем, что вещь идет о Сине Альтани, которая управляет Катаром. Катар, он, несмотря на свои весьма и весьма скромные размеры, очень интересная страна, вы представьте, что 8% населения страны проживает в столице и вокруг столицы. На территории страны не протекает ни одна река. Например, индусов в стране проживает только одних индусов, там много иностранцев. Только одних индусов больше в три раза, почти в три раза, чем граждан страны. Я это почувствовал, я в январе летел до Хадели, это было впечатляюще. Да. Вот. Но, тем не менее, Катару удалось завлечь крупнейшую базу Соединенных Штатов Америки на свою территорию, база Алюдейт. Сейчас они еще и турецкую базу заманили. И, используя мостосовные, гигантские доходы от нефти и газа, в частности, газа, Катар смог создать вокруг себя орел ну и не то, что неприкосновенности, но особости, обособенности это точно. И Катар старается играть в свою игру. Например, несмотря на протесты ОАЕ и Саудовской Аравии, Катар имеет газовое сотрудничество с Ираном. При том, что на территории Катара расположена крупнейшая американская военная база. Катар отказался Я прошу прощения, имеет газовое сотрудничество в том плане, что они просто поделили это месторождение партс или еще какое-то другое? Они поделили месторождение, у них есть соглашение на этот счет, у них есть переговоры, у них есть даже совместные проекты, куда они хотят Китай тоже привлечь. То есть я не могу сказать, что прям все, весь газовый сектор Катара построен в сотрудничестве с Ираном, у нас достаточно серьезное сотрудничество есть. То есть это сотрудничество хватает, чтобы вызывать, скажем так, озлобленность в Ириате, недовольство в Ириате. И по целому ряду вопросов по сотрудничеству с Турцией, по позиции по сектору газа, по Палестине, по целому ряду вопросов Катар и Доха не согласны с странами Совета сотрудничества государств Персидского залива, что пару лет назад вылилось фактически в открытое противостояние и были приняты санкции по отношению к Катару, к полетам, к наземным сообщениям и много чего другое. Поэтому вот такие вот сложные отношения, но сейчас они, конечно, наказ России не такой, как был, скажем так, даже два года тому назад, но сохраняется определенное напряжение и оно может быть, оно может в любой момент опять, скажем так, всплыть на поверхность, потому что есть очень много раздражающих факторов в отношении между Дохи и Саудовск, и Ириата, и эти факторы никуда не делись. Ни Катар не отступился от своих требований, ни Саудовская Аравия не отступилась от своих компенсий. Ну это да, это внутривидовая борьба, она самая ожесточенная, в общем-то, межраб сильный и собачий. А Ириат, что не подебется в король? Вопрос, расхождение по Катару. Как вы знаете, Турция имеет тесное сотрудничество с Катаром. На территории Катара расположен турецкий военный контингент. Фактически турецкие военные фактически охраняют Катар, фактически охраняют семью Альтани. Катар является одним из крупнейших инвесторов в экономию Турции, в экономику Турции. Когда Турции нужны бывают очень быстро и очень большие деньги, помогает Катар в этом плане. Потом позиция Анкары и Катара по братьям-мусульманам в Египте. Потому что, как вы знаете, они поддерживали непокойного уже президента Мурсии. А Саудовская Аравия и ОАЕ, они поддержали Ассиси, который совершил переворот. То же самое у них по Гази, позиция по Гази. Катар и Анкара у них совершенно различная позиция. Вот эти все вопросы, конечно, они создают напряженность в отношении обоих стран. То есть, в принципе, у них напряжение идет по внешнему контуру. Хотя для многих наших зрителей будет непонятно, почему саудиты так плохо относятся к братьям-мусульманам. Понятно, что, в принципе, братья-мусульмане – это организация, которая достаточно близко с салахизмом, если вообще. Тут есть лидер, кстати, братьям-мусульман, проживает в Катаре. Есть такой момент. У Саудовской Аравии есть свой взгляд на эти вопросы. У Турции есть свойства. Саудовская Аравия и Турция, они находятся... Ну, и Иран. Они находятся в состоянии перманентной борьбы за звание лидера мусульманской империи. Долгое время очень важная часть Аравии, где Мекка, Медина и так далее, были частью Османской империи. И в столицах государства Персидского залива очень часто Турцию рассматривают как бывшую митрополию, которая пытается, и это так и есть, вернуть свои позиции в регионе. Ну, то есть нео-османизм. И это, естественно, вызывает раздражение у местных элит. И к этому еще можно прикусовать заигрывание с братьями-мусульманами и так далее. Ну, в общем-то, и восстание, и это движение им-бл-Ахаба было подавлено именно османскими войсками, так что это как бы исторически получилось? Два раза, два раза Саудовское государство, два раза было, скажем так, полностью разрушено со стороны Османской империи. И вот нынешняя Саудовская арабия, которую мы знаем, это третье государство. И это, конечно, там не забыли. Я был вот в этом родовом селе семьи Саудов. Да, в общем, они об этом не забыли, они не помнят. Ну да, потом пришел Лоренс Аравийский и возникла третья. Третья водика на самом деле, то есть официально возникла намного позже, но он, безусловно, он и... Я в курсе, что позже, просто я имею в виду вот так. Да, он сыграл огромное. Война и... Ну и, конечно же, не могу не затронуть тему взаимоотношений России и Саудовской арабии, потому что там тоже очень интересно складывается... То есть, изначально еще в Вадиме Советского Союза, когда я был совсем ребенком, я сказал, или нет, я тоже был ребенком, то есть, там... Я помнил и знал, что, в общем-то, про Саудовскую арабию почти не говорили, но если говорили, как о люкейшем арабии, то есть, в принципе, эта традиция осталась на долгое время. Многие считают, что именно Саудовская арабия разломила Советский Союз, уронив цены на нефть. Но вот в последнее время в этом танце для двоих стали возникать, где-то такие интересные пааа, где Саудовская арабия и Россия как-то... Ну, по крайней мере, в прошлом году, в позапрошлом году они как-то пытались танцевать танец вдвоем. Насколько это получилось? Я думаю, особо не получилось, да и не могло бы получиться. Если вы помните, под конец срока президентства Обамы, Барака Обамы, между Вашингтоном и его союзниками из региона, я имею в виду регион Крисийского залива, были очень серьезные проблемы. Дошел даже до того, что он провел такой небольшой саммит в Кэмп Дэвиде, и большинство монархов арабских с региона Крисийского залива не прибыли к этому. Естественно, очень многие монархи, они равняются на Саудовской Аравии. То есть, если Саудовская Аравия говорит «да», и они говорят, а если она говорит «нет», и они говорят «нет». И вот тогда, в такой момент, Саудовская Аравия вместе с УАЕ, они начали искать других союзников. Не то, что союзников, а партнеров, помимо США. Те, которые могли бы хотя бы частично, во-первых, компенсировать США, во-вторых, позлить Вашингтон, чтобы Вашингтон опомнился, и, скажем так, чтобы отношения вошли в прежнее русское. Они наметили несколько стран. Это Франция, это Китай и это Россия отчасти. Да, куда же ты с Китаем? Да. И с Китаем у них и по сей день очень серьезные отношения. Я вот очень много встречу, я чувствую их интерес к Китаю, очень большой интерес к Китаю. И последние 4-5 лет этот интерес растет. Что касается России, конечно, Россия не может заменить Соединенные Штаты, но близость с Россией достаточно, чтобы позлить Вашингтон. И был визит короля Салмана в Москву. Это был первый визит саудовского монарха, если я не ошибаюсь, в Москву. Были подписаны крупные соглашения о саудовских инвестициях в Россию, несмотря на санкции, которые западут. И начались очень серьезные переговоры по поводу покупки российского вооружения. Вы понимаете, что Саудовская Аравия долгие годы является одним из крупнейших импортеров американских оружейных корпораций. Это очень большие деньги, это очень большие налоги, это очень большое количество высокооплачиваемых рабочих мест в США. И если потерять такого клиента, как Саудовская Аравия, а вместе с ней ОАЕ, Куэйд, Бахрейн и так далее, то это я не могу сказать, что прям промышленный комплекс. В общем, весьма ощутимая потеря. Безусловно, оружейные логи в США, никаких серьезных покупок вооружения из России в Саудовской Аравии не было. Но даже слухов и шумихих вполне хватило, чтобы американское оружейное логи расшевелилось и надавило на своих, скажем так. Еще один очень важный момент, когда я говорю, оружейное логи, нужно понять, что в США есть два оружейных логи. Первое, это в основном производители серебряного оружия, которые выступают за то, чтобы гражданам не запрещали покупать и носить оружие. Это одно. И второе, это такие компании, как Lockheed Martin, с многомиллиардным оборотом, которые делают серьезное, реально оружие и продают это за границу. Ну и, конечно же, американское оружие. Это очень сильное лобби. Оно достаточно близко, сколько близко они к республиканцам, а не к демократам. И у этого лобби, в распоряжении этого лобби очень много ресурсов, и ни одна администрация не хочет рассориться с этим лобби. Вот саудовцы это лобби задействовали. Ну, помимо других, тоже, конечно. И Россию они использовали для прикрытия, скажем так, в своей вот этой игре на разорвление Вашингтона. Но еще есть вопрос, конечно, нефти. Есть, был, точнее, диалог между Российской Федерацией и Саудовской Аравией по вопросам нефти, в частности, по вопросам ценовой политики. И до недавнего времени этот формат худо-бедно как-то работал. Порой, конечно, это было чисто формально, но тем не менее контакты были. Но с определенных пор, как вы видите, Саудовская Аравия начала резко наращивать производство нефти. И они начали предоставлять льготы, скидки, отсрочку для клиентов. Себестоимость Саудовской Аравии, себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии, она очень низкая. Себестоимость транспортировки по своей стоимости, она не сопоставима с Российской. Поэтому Саудовская Аравия может чувствовать себя относительно комфортно, даже при цели. 15-18 долларов. Конечно, не будет баснословного дохода, но они все равно будут получать доходы. Что не может себе позволить Россия. Поэтому это очень серьезное оружие, политическое, в первую очередь, оружие, экономическое оружие в руках Саудовской Аравии. Я уже не говорю о славе нефти в США и так далее. То есть я говорю о Саудовской Аравии. Плюс мы видим, из-за пандемии очень резко упал спрос на нефть во всем мире, потому что экономика встала. Сейчас надвигается лето. Лето на нефть ниже, чем зимой. Танкеры, почти все доступные танкеры, переполнены нефтью. Конечно, переполнены нефтью. На рынке есть гигантский избыток нефти. И да, я смотрю, допустим, за ценой слежу, цена колеблется, но никаких существенных кардинальных изменений нету, потому что рынку столько нефти не нужно. И это при том, что Иран фактически вышел из рынка. То есть там фактически незначительные послаки по сравнению с тем, что было до этого. Но даже при таком раскладе страны сокращают производство. Но даже при таком раскладе рынок перенасыщен нефтью. Поэтому я не думаю, что сейчас Россия и Саадовская Аравия возьмутся так за цены и что-то кардинально не сменят, если даже захотят. Пока вот этот переизбыток сохраняется, он не позволит менять цены кардинально. Переизбыток и низкий спрос, безусловно. По нефти все более или менее понятно. Посмотрим, что нам принесет близкие уже саммиты опять плюс. Хотя я или что может подчеркнуть внести? Но вы упомянули военно-промышленный комплекс США. 100 миллиардов долларов была озвучена. И плюс арабская НАТО. В итоге что мы имеем на сегодняшний день? Прорыв был. Это был первый прорыв внешнеполитической администрации Трампа, который в общем-то очень хорошо, хорошей опокосой продавался и в самих Соединенных Штатах и за рубежом. Ну, по поводу 100 миллиардов. Там речь идет не об одной единой сделке, а о целой серии сделок, часть из которых они это не реальные сделки, а намерение 15 истребителей общей стоимостью 4 миллиарда. То есть подписан меморандум, но не подписан истребитель. не подписан документ и окупе продаж в Солнце. Поэтому, да, эта цифра, конечно, очень хорошо звучит, но это не означает, что сейчас Саудовская Аравия вытащит и 100 миллиардов даст США, а США произведет это оружие и даст Саудовской Аравии. Нет. Это, во-первых, растение на годы, это, во-вторых, какие-то сделки могут быть еще отменены, изменены, урезаны, особенно в свете пассивных событий, финансовых событий, я имею ввиду, падением цен на нефть и так далее, я абсолютно уверен, что какие-то сделки с Саудовской стороны будут пересмотрены на понижение безусловно. Поэтому, да, конечно, это хорошо приходится для уха американского обывателя и часто все людей, которые заняты в этом секторе, потому что одна из главных платформ Трампа это создание рабочих мест. поддержание и развитие производства в США. Это первое. Второе, по арабскому НАТО, там тоже все не так гладко, на самом деле у них были до этого, это назывался щит государства, Совета сотрудничества государственного Северного залива, они вот в частности в Евгении вместе участвовали, куда, Катар входил за пару до времени. Но там тоже не все так гладко. Например, в Йемене между ОАЕ и Сааду Старайом очень серьезное разногласие. ОАЕ поддерживают южных сепаратистов, которые хотят построить с ними границу с народно-демократической республики Йемен со столицы в Аден. А Сааду Старайом поддерживает правительство, международное признанное правительство, которое считает своей столицей самым. Северян. Да, северян. Поэтому даже в этом плане у них там не все ладно, и бывают очень серьезные вооруженные столкновения между этими двумя конкурсами. И при всем при том Абудаби и Риад близкие друзья. В политике друзей не бывает, но они партнеры, скажем так. Партеры. Ну что ж, огромное спасибо, Али, за чертовски интересную беседу. Честно говоря, вот так прошло уже более 40 минут, что я и не заметил это время. И я надеюсь, что мы еще неоднократно вернемся к этому вопросу и будем обсуждать междуне-восточные дела, потому что это важно для нас, это важно для региона, это важно для всех людей, которые живут и в Грузии, и в Азербайджане. И вообще, наверное. Обязательно. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова